Это бой Ленокса Льюиса с Донованом Радеком, по кличке Бритва, Рейза. Вы видите Ленокса, который идет на ринг. Бой этот состоялся 31 октября 1992 года в Лондоне. И в нем решалось, кто из этих двух боксеров будет драться за титул чемпиона мира. Абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. В то время титулы по всем трем основным версиям WBC, WBA и IBF принадлежали Вандеру Холифилду. Который в ноябре должен был встретиться с Ридиком Боу. Также американцем, которого Льюис. Это и послужной список Льюиса на тот момент. 21 победа, ничего кроме них. И 18 побед нокаутом. Ридика Боу Ленокс Льюис победил в финале Севульской Олимпиады. Завоевал золотую медаль. А это к рингу идет Рейзер Радек. Кличка Рейзер практически полностью заменила ему имя. Его собственное имя Донован вспоминали крайне редко. Американцы единодушно считали фаворитом предстоящей встречи Радека. Его уважали в Америке после многих его побед. Как видите, 27 побед, 3 поражения, 1 ничья, 20 побед нокаутом. Так вот, его стали уважать после многих побед, но окончательно зауважали после двух поражений. Как ни странно, но это были поражения от Майка Тайсона. Радек дважды дрался с Тайсоном в 1991 году, в марте и в июне. Это были последние бои Тайсона. Опять, тактико-технические характеристики. Радек пониже, 191 сантиметр. У Льюиса 196. Вес почти одинаковый. У Льюиса где-то 103 килограмма. У Радека около 105. Это статистика по тому, сколько ударов за раунд проводят боксеры. Самое разнообразное. Американцы очень любят собирать такого рода статистику, хотя она мало что говорит на самом деле. Так вот, почему же Радек дрался с Тайсом два раза? Во время первого боя, который состоялся 18 марта 1991 года, рефери, как многие сочли, в седьмом раунде преждевременно остановил бой. Не знаю, мне так, честно говоря, не показалось. Золотой момент Радека в этом бою наступил в шестом раунде, когда Радек потряс Майка Тайсона, хотя до этого проиграл все раунды. А в седьмом раунде разожленный Тайсон пошел на штурм. В результате, после нокдауна, рефери остановил бой. Пройдет представление участников. Я что-то попытаюсь перекричать этого джентльмена. В общем-то, и нокдаун был немного сомнительный. Тем не менее, знаете, было ощущение, что Радек уже проиграл бой. Тем не менее, был назначен повторный матч, который состоялся 28 июня 1991 года. На этот раз Радек продержался до конца. Дважды побывал в нокдауне. В первом бою он тоже несколько раз побывал в нокдауне. На втором, по-моему, в первом и четвертом раундах. Но дотянул до конца, причем даже без большого труда. Это нелепо, конечно, наверное, звучит. Там без большого труда продержаться на бою против Тайсона. Представляют судьи, рефери Джо Кортеса. Ну, в общем, Радек завоевал большое уважение публике тем, что во втором бою против Тайсона выглядел лучше, чем в первом. И Радек сказал, что в третий раз он его побьет. Но третьего боя ему не дали, конечно. Тогда еще было неизвестно, что Тайсон очень нескоро выйдет на ринг в следующий раз, так как только начинался судебный процесс по делу об изнасиловании, который обернулся для него заключением в тюрьме на 3,5 года. Ну, здесь Ленокс Льюис уже похож на себя нынешнюю, если не считать стрижки, да? Зал, конечно, бурно приветствует Льюиса, посмотрите. Забит полностью. Чего еще ожидать? Давно, давно британский боксер не подходил так близко к тому, чтобы стать чемпионом мира. Льюис и Радек были, можно так сказать, дважды соотечественники. Льюис сын уроженцев Ямайки, а Радек родился на Ямайке. Потом оба какое-то время жили в Канаде и даже встречались на любительском ринге. И тогда Радек в трехраундовом бою победил по очкам, о чем всем напоминал перед этим боем. Коронка Радека была в гибрид фуха и апперкота слева. Страшный по силе удар. Которым он завершил большинство своих побед нокаутом. Вот когда Тайсон, он потряс в шестом раунде, это было именно вот этим ударом слева. Правда, он его пробил тогда чисто сбоку. Очень сильный удар у него был. Многие тогда говорили, что даже самый сильный разовый удар во всем тяжелом дивизионе. Ну, Льюис не тушуется. Ну, он явно опасается этого левого удара. Хотя он сейчас попытался через левую руку пробить, но чуть-чуть не достал. Какой-то нервозный, вам не кажется, Радек? Сейчас он попытался пробить слева, но увяз удар в защите Льюиса. Все время как бы держит немного в напряжении Радек своим ударом слева. Помню, как он этим ударом слева накрутировал экс-чемпиона мира Майкла Долбса. Повалился просто как сноб. Вообще будет... О, хорошо. Первая проба сил Льюиса. Такая серьезная. Видите, все время, все время, что бы Радек ни делал, он пытается вывести себя на удар слева. Правый кросс, вдвойки нанесенный. Отправляет Радека на пол. Вполне возможно, что от нокаута его спас гон. Надеюсь, нам сейчас покажут еще раз этот эпизод. Буквально на последних секундах. Да. Бить на этом ринге умеет не только Радек. Сверху пробил. Льюис как будто только и ждал, когда же Радек уйдет вниз. Второй раунд. Смотрите внимательно. Будет на что посмотреть. Хорошая двойка. Потрясла. Радека. Фактически это был уже нокдау. Ну, так. Додолбил. Глянакс. Бритву. Радек бросается, пытается броситься в такую отчаянную атаку. Но ничего не получается. Трудно сказать даже, какой удар Ленокса сейчас был на паутирующем. По-моему, Радек просто уже был готов. До третьего падения. Ну, вы видите ликование. Ленокс Льюис еще не знает, что только что он фактически завоевал титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC. Как я вам уже говорил, в ноябре того же 92-го года Вандер Холлифилд, абсолютный чемпион мира, встретился с Ридиком Боу и проиграл Ридику Боу в великолепном, прекрасном бою. Одном из лучших, по-моему, боев в истории тяжелого веса. После чего он был, ну, давайте посмотрим еще раз, левый боковой, потом справа удар, еще справа в разрез, ну, и забил. Это второй нокдаун. Это повторение того же эпизода. Так вот, став абсолютным чемпионом мира, Ридик Боу наотрез отказался драться с Леноксом Льюисом. Пытается что-то предпринять Радек. Еще несколько, и все. На этом все и заканчивается. Он, и так, Ридик Боу отказался драться с Леноксом Льюисом, и тогда WBC лишила Ридика Боу своего титула и без боя отдал его Леноксу Льюису. Таким образом, он впервые стал чемпионом мира в тяжелом весе. Американцы тогда его доказали.